Ну, что касается Каховской ГЭС, у меня нет сомнений, что российская сторона это сделала. Почему? Понимаете, как? Ну, во-первых, очень долго шантажили то за Запорожской АЭС, что там что-то произойдет. И Каховская, и, между прочим, такая информация много раз провокативно с российской стороны заявлялась, что украинские войска, они, так сказать, могут взорвать этот дамбу и так далее. Дамба находилась под контролем России, российских войск. Интерес здесь прямой, потому что это действительно осложняет наступление, контрнаступление украинской стороны с правого берега. Потому что берега размываются, там много чего происходит. Оттуда ожидалось наступление? Да, конечно. Там уже десанты периодически высаживались, там шла разведка. Поэтому, я думаю, они боятся именно Крыма, да, что это все-таки может привести к действиям украинской армии по вторжению именно на полуостров. Это, с одной стороны. А с другой, ну, смотрите, мы можем сейчас, спустя несколько часов, не понимать до конца, как это произошло. Взрывом или же специально делались какие-то работы для того, чтобы выглядело это не как результат взрыва, а результат накопленных проблем чисто производственных. Да, вот обстрелы были до этого, еще что-то. И вот она сама, вы видите, вот так случилось. А у меня простой вопрос. Ну, там же сотрудники есть, там проводится техническая инспекция постоянно. Это, кстати, обязанности сотрудников этой дамбы Каховской. Они же ходят, они должны проверять, там, размывается, ломается, что там и так далее, составлять акты и так далее. Учитывая военную администрацию, которая работает со стороны российских опционных войск, они тоже за этим должны были следить. Ну, потому что это же серьезная проблема. Почему заранее не предупреждалась? Вы знаете, она в очень плохом состоянии, скоро, значит, рванет и так далее. То есть, вода польется. Но этого не было. Поэтому сейчас, в лихорадочном порядке, учитывая ситуацию в канун контрнаступления, а уже, говорят, о часах, остающихся до него, я думаю, ну, безусловно, у них есть информация у Кремля, когда начнется контрнаступление. И они решили на опережение просто взорвать эту дамбу. Опять же, повторяю, вопрос не в подрыве, что они заложили, и мы увидим момент взрыва. Там и спутников смотрят, и так далее. Это можно разными способами сделать. Вот, вы же понимаете, и без взрыва создать условия, там, давление, которое можно... Ну, пусть специалисты об этом говорят, я не специалист, но совершенно необязательно для этого прямо вот закладывать взрывчатку, ее взрывать, чтобы это было видно из космоса, со спутников и так далее. То есть, это технический вопрос, это техника. Но интерес прямой именно у российской стороны, а никак не у украинских, потому что они по этой дамбе могли переправляться налево и берегом. Выгодно было и танки, и технику гнать, когда бы они создали плацдарм. И если это происходит именно сейчас, не месяц назад, не три месяца назад, ну, по-моему, все очевидно. — Скажите, пожалуйста, по-вашему, добьются ли тогда россияне цели, если они это сделали? Повлияет ли это на контрнаступление? — Я не знаю. Дело в том, что уже очевидно, что контрнаступление будет идти по нескольким направлениям. Уже сейчас идет что-то похожее на действия контрнаступательного характера в Донбассе, да, район Бахмута, ряд других. Можно ли считать операцию на Белгородчине тоже частью этого контрнаступления? Я бы тоже не исключал, просто там может натиск усилиться, да, и дойдут, не дойдут до Белгорода, но от Новой Товолжанки, извините, 37 километров, не так, чтобы и далеко. До Белгорода, в котором живет 300, меньше, чем 150 тысяч жителей. Значит, все возможно. Но то, что одним из направлений мог быть левый берег и высадка либо с Кимбургской косы, либо вот от Херсона, ну, что-нибудь такое, я бы тоже не исключал. Поэтому, наверное, больше всего всего боится Москва, что в результате контрнаступления ворвутся именно в Крым, потому что Крым место особенное. Но одно дело потерять Мелитополь или даже Мариуполь и даже Бахмут, а потерять, извините, Севастополь и все остальные города, Симферополь, ну, это как-то будет итогом вообще войны, а не то, чтобы итогом только контрнаступления украинских вооруженных сил. Поэтому, я думаю, для них принципиально в выборе между одним и другим они решили все-таки Крым защитить. Как-то они вот странно защищают Крым, потому что, наоборот, получается, там мелеет, его оставляют без воды, и подступы к нему становятся легче. Очень странный способ защитить Крым. Понимаете, Таня, мы не до конца с вами все понимаем. Я не думаю, что вы специалист, как и я, по поводу миллиарации водных ресурсов и всего остального. Может быть, там есть какие-то свои соображения, которые мы до конца с вами пока не понимаем. То есть, это говорят эксперты пока по горячим следам, а, быть может, там несколько все по-другому выглядит. Я не к тому, что вы не правы, а к тому, что я... Нет, мы все сейчас в формате догадок и версий. А потом, а сколько раз мы видели, где они поступали иррационально, думая, что это им поможет, а на самом деле это только ухудшало ситуацию. Я бы и такого не исключал тоже, между прочим, поскольку мы имеем дело частично с подонками, а частично с идиотами. Так что там комбинация такая, что она может дать здраво опасность. Беспрогрошная, да. Да, абсолютно. Продолжение следует...